Добрый день, добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире Финам ФМ Сухой Остаток. Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня, как всегда, в это время мы с вами поговорим о том, что происходит на финансовых рынках. Но, опять-таки, стоит на этом сделать акцент, практически ничего на них не происходит. Но мы об этом все равно поговорим. Пользуясь случаем, кстати, да, понятно, что сегодня основная активность, а, точнее, отсутствие этой активности связано с Великим Праздником Рождества Христова по Григорианскому календарю, как только что было сказано. Мы поздравляем наших коллег, наших слушателей, христиан, католиков к этим замечательным праздникам. Так, и тем не менее, еще раз обсуждаем все, что происходит на рынке, на российском в частности. Ну и, может быть, помечтаем о том, что может с ним произойти в ближайшем будущем. Представляю гостей сегодня в студии Сухого Остатка. Гильды Саюнов, старший аналитик управления рынков и акций Альфа-Банка. Гильды, добрый день. Добрый день. И Вадим Битаврагим, старший портфельный управляющий, управляющий компанией «Капитал». Добрый день, Вадим. Добрый день. Для вас, уважаемые слушатели, я напомню. Телефон студии, телефон прямого эфира 6510-99,6, код города 495. Сайт компании finam.fm. Звоните, пишите, задавайте свои вопросы, коли такие у вас появятся. Так, и картина маслом. Все-таки есть смысл ее нарисовать, хотя она очень похожа и на вчерашнюю, и на позавчерашнюю в том числе. Давайте смотрим. Смотрим вчерашняя Америка. Ну, видимо, в преддверии Великого Праздника, в преддверии... Или как кто-то из наших коллег говорил, да, сидя в этой студии. В Америке весь год предновогодние ралли, да, предрождественское ралли. Вот мы наблюдаем его и в очередной раз. Сокрытие вчерашней американской сессии вновь обновило исторические максимумы. Доу Джонс прибавил 0,3%, S&P 500 и примерно столько же, 1833 на закрытии показал этот индикатор. Собственно, не отставал от них и NASDAQ практически так же 0,2% в плюсе. Ну, понятно, что скромные результаты связаны, опять-таки, да, с потерей, с отсутствием игроков, с снижением ликвидности. Но растут, тем не менее, растут. Куда деваться? Так, смотрим на Азию. Никей сегодня в плюсе на 0,7%, Шанкай Композит на 0,6%, Европа растет в моменте на 0,2%, но опять-таки, еще раз повторю, праздник, поэтому все это очень и очень неубедительно. И наши индикаторы сегодня также, нет, уже не так же, уже не так же. ММВБ 0,03%, 1506 пунктов в моменте, а РТС уже под водой на 0,09%, 1452. Ну, я так понимаю, в этих пределах выше-ниже ватерлинии и будет все оставшееся время торговаться российский рынок. Смотрим на остальные прощадки на сырьевые рынки и на рынок Форекс. Нефть марки Brent 112 долларов за бочку, 99,17 центов стоит лайтсвит, золото забралось выше 1200, 1204 стоит тройская унция. И евро-доллар у нас в районе 1,3697. 1,37 по сути. Ну, опять-таки, если сравнивать с вчерашними и позавчерашними, динамика достаточно нейтральна. Так, ну и посмотрим на набор голубых фишек. Они в основном, тем не менее, сегодня в плюсе. Продолжает свой агрессивный, ну, на фоне всего остального, рост Аэрофлот. 2,5% сейчас в плюсе он. И больше, наверное, ничего тут я и не... А, нет, отмечу, 60-х обычка НЛМК сегодня растет. Хуже рынка полпроцента уралкалий в минусе. И почти процент теряет автоваз. Ну что ж, вот такова картина маслом. Еще раз напомню, значит, у нас сегодня среда, четверг, завтра, да, выходят основные игроки после праздников. Ну, тоже сокращенные торговые сессии. Там пятница, ну, там уже и Новый год. Итак, 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 давайте начнем. Ну, тоже уже, наверное, да, традиционные вопросы мои в преддверии новогодних праздников. Моим коллегам, моим гостям, и вам, Гильды, и Вадим, я их тоже, естественно, буду адресовать. Давайте начнем с того, что сформулируйте, пожалуйста, на ваш взгляд, чем больше всего запомнился год 13-й. Вот, ну, а дальше, там, в следующей части мы поговорим о том, что, на ваш взгляд, ждать от года 14-го. И с точки зрения глобальных событий, с точки зрения локальных событий. Вот, может быть, даже с точки зрения событий, не касаемых финансовых рынков. Почему нет? В конце концов, вон, Потанин, видите, разводится. Ну, что ты будешь делать, прям? Так я переживаю за них, за бедолаг. Ильды, ну, с тебя начнем. Ну, 2013 год, мне кажется, в первую очередь запомнился тем, что все-таки экономика США, она разогналась. Паровоз, который стартовал с сжигания денег, он, наконец-то, поехал. Причем на этих деньгах все-таки, да? Они каким-то образом воспламенились. Да, разогрели котенок. И о том, что паровоз у нас разогрелся, и дрова в него уже кидать не надо. А в частности деньги нам на некоторое время назад сообщил ФРС. Ну, действительно, мы видели, что последние месяцы публиковались непрерывно хорошие данные. И, мне кажется, в настроении участников торгов сменился глобальный ориентир. То есть, начиная с февральского заседания ФРС, когда впервые было упомянуто, что программа количественных смягчений будет сокращена. Весь год, считайте, все воспринималось под... Да, под знаком, когда же ее сократят, и что будет, будет ли конец света, будет ли сокращение ликвидности, и что будет с денежными потоками. И вот, буквально в декабре, мне кажется, настроения сменились. Теперь уже никого не волнует, что будет с КИИ. Все понимают, что оно будет в итоге сокращено, и дальше все волнуют, насколько сильно разогналась экономика США. Сейчас будет, мне кажется, в ближайший год смотреть, как у нас экономика США растет. Это с точки зрения США, с точки зрения развивающихся рынков, к которым можно отнести Россию. Здесь, конечно, ситуация совершенно обратная. Темп роста индексов, которые демонстрировали развитые страны, тем самым, к тому же еще подкрепленные достаточно низкими рисками инвестирования, привели к тому, что улучшающаяся экономика стала воронкой выкопачивания ликвидности, именно инвестиционной, в эти экономики. И, конечно, они ушли из некогда таких популярных рынков, как БРИКи, в частности. И мы видели отток капитала. Но если посмотреть по статистике Эпифер, мы практически 3 миллиарда долларов за год вывели. Ну, и, соответственно, по итогам этого года, конечно, мы, как рынок акций, показали достаточно невнятную динамику. Это индекс МВБ плюс 2%. Да-да-да, практически никакой динамики. Да, то есть динамики никакой, и, скорее всего, эта негативная динамика, она в следующем году... Извини, я где-то читал в аналитиках каких-то, что ли, да, ну, в общем, в наших с вами, в дебрях тех прогнозов, да, или тех там отчетов, которые публикуют коллеги, российский рынок назвали сложный, сложный боковой, что это такое, сложный, вялотекущий боковой рынок. Ну, да, действительно. Ну, и что стоит отметить, мне кажется, такая произошла принципиальная вещь, то, что раньше можно купить индекс, и все, купить, забыть, и замечательно. Все, вот мы приходим действительно к такому рынку, когда инвесторы выделяют планомерно качественные бумаги, которые можно отнести там в финансовое состояние компаний. В первую очередь иностранцы любят, и мы тоже любим, это менеджмент и управление компаний, корпораций. И достаточно просто посмотреть примеры, это какие-нибудь государственные электроэнергетические компании, которые снизились по 30-60%, либо негосударственные, это Янель и ООН, которые за год не снизились. То есть у них отличная дивидендная политика, западная система управления и так далее, и так далее. Это вот наглядный пример, ну, я там не говорю про более интересные фишки, такие как магнит, который удваивается не первый год. Гильда, извини, я тебя прерву, собственно, потом мы продолжим, да, и надо будет поговорить и про магнит в том числе. Вадим, чтобы нас не заскучало, сейчас у нас осталось совсем немножко времени до первых новостей. Ну, буквально начни свой ресерч, да, в отношении уходящего 2013 года. А я полностью, в принципе, те моменты, которые выделил Гильды, с ними согласен. Единственное, я хочу добавить, что вот для меня вот в 2013 году, скорее не финансового, глобального мира, запомнились такие моменты, связанные с тем, что, помимо того, что делал ФРС, конечно, ко всему этому, в эту печку добавились еще такие мощные игроки под названием Банк Японии, который фактически тоже своими стимулами вот разжег вот эту искру, и эта искра, она стала уже более глобальной. Вадим, спасибо. Новости слушаем под новостью. Итак, друзья мои, продолжаем эфир. Сухой остаток на Финам.фм. Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня в студии Гильды Саюнов, старший аналитик управления рынков и акций Альфа-Банка. Вадим Битоврагим, старший портфельный управляющий, управляющий компанией Капитал. Телефон студии 6510996, код города 495. Сайт компании финам.фм. Ну и продолжаем обсуждение или подведение итогов 2013 года. Потом будем говорить о перспективах. Вадим, продолжи. Я с тобой, конечно, соглашусь, и если можно об этом чуть подробнее. Банк Японии, да, уже показал себя достаточно агрессивным игроком на этом рынке. Да, Банк Японии понял, что, в принципе, то, что делает Федрезерв, это имеет какой-то свой успех. Непонятно, как это будет еще реализовываться в долгосрочной перспективе, но вот на этом интервале, который мы уже прожили, это дает свои плоды. Поэтому Япония, которая находилась в затяжном состоянии, в таком состоянии рецессии, стагнации или в таком флетовом состоянии, они тоже перешли к таким агрессивным действиям, что мы уже видим и по индексам, и по макроэкономическим данным, которые выходят по японской экономике. Это тоже вызвало свой позитивный эффект. Причем это также отражается на глобальной ликвидности, и тоже эффект, который негативно реализуется на развивающихся рынках, это высасывание денег и приток вот этих всех денег в более развитой экономике. И второй момент, конечно, это долгожданное оживление Европы. То, что мы не верилось на протяжении последних двух лет, мы видели в каком состоянии, еще год тому назад рынки боялись и Греции, и Испании, и Италии, и считали, что ИЦБ не сможет реализовать свою базуку. А ИЦБ смог все это сделать, и в принципе все эти действия, которые они стали предпринимать, они немножко идут в другом фарватере. В отличие от Банка Японии и Федрезерва, ИЦБ не печатает напрямую деньги, что это тоже некое конкурентное преимущество ИЦБ. То есть они пошли путем более таким консервативным, но эти пути тоже помогают оживлять экономику. При этом это единственный банк, центральный банк, у которого не растет баланс. Это тоже очень важный момент. Я хотел уточнить, на твой взгляд они осознанно пошли немножко другим путем, или все-таки на ощупь? Я думаю, что здесь очень важно влияние Германии. Германия, которая пережила стокфляцию, Германия, которая знает, что такое гиперинфляция 30-х годов. Они понимают, что для них вот такой путь накачивания ликвидности экономики, он слишком дисбалансированной экономики в Евросоюзе, поэтому просто накачивать невозможно, нужны были точечные методы для того, чтобы как-то оживлять экономическую активность в Еврозоне. Это очень тоже такой важный момент, который показывает, что все вот эти стимулы, они все в рамках монетарного стимулирования, но они могут немножко по-другому реализовываться. Да, и отличаются друг от друга. Да, да. И, конечно, страх, который был в начале года и в конце прошлого года за Китай, что Китай все, структурные реформы не будут реализовываться, Китай не сможет расти на 7,5%, и это, конечно, приведет к необратимому эффекту на всех сырьевых рынках. Сейчас страх ушел. Этот страх, я думаю, что он немножко сейчас смазался на более долгосрочную перспективу. То есть все ждут, как же реализуются вот эти реформы, которые они привели на последнем съезде Компартии, и к чему они приведут, как они отразятся. То есть они очень много заявили важных идей, которые нужно реализовывать. Не до конца понятно, как они будут, создадутся ситуацию, чтобы юань был слабый, чтобы юань был плавающий, чтобы ставки стали более рыночные, а не контролируемой стороны только Центрального банка Китая. То есть они хотят сделать более рыночный механизм, наподобие тот, который действует в западном мире. Как он будет реализовываться? Наверняка это будут некие все равно краткосрочные шоки, потому что от этого никак не уйти. Но сам факт того, что они пошли по пути не зажимания, не создания вот этой аморфной, на мой взгляд, немножко устаревшей структуры управления со стороны только государства, а стали расширяться и идти к более такому рыночному механизму. Это очень позитивный фактор, который, я думаю, что в среднесрочной перспективе приведет к тому, что инвестиции, которые так ждет Китай, не в сырье, не в обработку, не в инфраструктуру, а вот именно в социальную часть, в потребление, они постепенно будут туда тоже приходить. Именно западные инвестиции. Да, вот я хотел уточнить, именно внешние инвестиции. Именно внешние инвестиции, они, конечно, ими будут двигать вот эта либерализация, вот эти либеральные способы, которые Китай избрал после вот этих своих проведенных реформ. Гильдия, говоря о Китае, меня слышно, нет? Что-то у меня впечатление такое. Говоря о Китае, вот то, о чем сейчас рассказывал Вадим, в принципе, достаточно убедительно это выглядит, но, тем не менее, стремление администрировать, да, и даже в какой-то степени и рыночные механизмы даст возможность Китаю приблизиться к развитым экономикам, как ты считаешь? Ну, учитывая то, что они, в принципе, начали переделывать свою модель экономики, это говорит о том, что они все-таки переходят в стандартные модели потребления, которая сильно распространена в развитых экономиках. Туда входит урбанизация, повышение качества жизни, стимулирование потребления и так далее, и так далее. Но нужно сделать поправку, то, что все-таки это десятилетняя программа, и мы... Это не быстро все. Не быстро. Да, мы эти первые результаты, ну, максимум увидим 2017-2018 год. И то это будут промежуточные результаты. Но одно ясно то, что Китай переделывает свою модель от крупнейшей фабрики в мире, который потребляет сырье, и из которой выходит товар. Все, то есть они будут, скорее всего, снижать темпы потребления сырья, и товар будет оставаться внутри фабрики, да, и рост потребления. Это, конечно же, продолжает влиять на товарный рынок. На сырьевые в том числе, да? Да. Да, здесь я хотел добавить, что, по большому счету, вот все то, что происходит в глобальном мире, из стороны Китая, как крупнейшей производственной базы, и как стороны развитого мира, которая дает технологию, все это ориентировано не на сырье. То есть вот тот спрос, который формировался за счет того, что строили, проходила индустриализация, был большой спрос на металлы, на алюминий. Вот эта эра, на мой взгляд, если она не закончилась, но на какое-то время она уйдет в какое-то такое вялотекущее стагнирующее состояние. То есть ждать того, что вдруг сейчас от кого-то придет большой спрос на металл, на любые формы металлопроката, на алюминий, на цветные металлы, я пока не понимаю, откуда может прийти. То есть все меры, которые используются в развитом мире, и в том числе в Китае, которые занимают 20% мирового ВВП, они все ориентированы на то, чтобы стимулировать рост и развитие потребителей. Вот в эту модель никак не вписываются вот такие крупные стройки, где необходимо большое количество сырья. В эту модель хорошо вписывается нефть, пока она вписывается. Потому что чем больше будет Китай потреблять, тем больше он будет в этом плане двигаться в том же русле, что и развитый мир, тем больше понадобится нефти. Это вот этот позитивный фактор, который, единственное, может еще держать на плаву вот этот спрос на сырьевые экономики, которые ориентированы, ну там, скажем так, на нефть, то, что мы видим. Все остальное, и мы это видим по Бразилии, мы это видим по Австралии, ни уголь, ни железная руда там не оживляет. Австралийский доллар в глобальном нисходящем тренде. Ну, пока вот эта тенденция происходит, пока ситуация таким образом развивается, и если, опять же, в Австралии не произойдут какие-то сдвиги структурные, то, скорее всего, вот эта тенденция будет продолжаться. Ну и возвращаясь к разговору о том, что происходит на сырьевых площадках в том числе, соответственно, мы подводим итоги 2013 года, но о перспективах на ближайшие годы, да, Гильды, уже с этой точки зрения можно какое-то представление составить, что, скорее всего, сырьевые площадки будут в состоянии стагнации, да, и роста мы на них не увидим. Ну да, то есть, во-первых, нужно учесть давно готовящуюся операцию по экспорту нефти из США на европейские рынки, то есть, как мне память не изменяет, терминалы начали строиться экспортно еще этако в 2011 году активно. Сейчас, скорее всего, они к 2014-15 подготовят всю инфраструктуру, а дальше будет изменено законодательство США. И мы увидим, ну, несколько другие цены на энергоносители, как в Европе. Скорее всего, в США они несколько выровнятся, но, в принципе, у них экономический рост запущен, цен стоимости электроэнергии, газа, нефти порой там существенно ниже, чем в Европе и у нас. И, скорее всего, тот спред, который сейчас находится между ценами на газ и бензин Европы и США, он будет выравниваться за счет экспорта поставок, ну, экспорта и сырья, и прочих ресурсов. Ну, то есть, с точки зрения ценника за счет снижения европейских, да, каких-то товаров? Нет, скорее всего, просто это будет экспорт сырья из США, и то предложение, которое сейчас действует в Европе, оно будет падать за счет роста предложения. Ну, вот мы увидели такую ситуацию в первой половине года, когда резко из США хлынул уголь, который там не нужен за счет дешевого газа. Это привело к тому, что цены на уголь в Европе упали. Ну, тут нужно отметить, что все-таки, конечно, это большая угроза. Пока вот эффект от этой нефти и от этого газа, который все-таки придет из Америки, до конца не просчитан. И я думаю, что пока стоит еще ориентироваться на то, что есть рядом Китай, который все-таки вот этот избыточные мощности, которые уйдут с Европы, и газа, и нефти, он все-таки сможет каким-то образом поглощать. Пусть это будет, скорее всего, это уже не будут... Китай тоже, он очень умен, и они понимают, что в этой ситуации они могут диктовать цену. То есть, как мы видели на калийном удобрении, как мы видим на рынке металлов, тут тоже на рынке сырья в глобальном смысле уже будет не рынок продавца, а рынок покупателя. То есть, покупатель будет постепенно диктовать свою цену. И в этом случае все крупные корпорации, которые ориентированы на сырье, в том числе и в России, они должны становиться более эффективными, и они должны стремиться к сокращению своих издержек. Я понял. Спасибо. Еще раз прервемся. Новости на Финам.ФМ. Потом продолжим. Итак, друзья, продолжаем эфир. Сухой остаток на Финам.ФМ. Сегодня мы подводим итоги 2013 года в какой-то степени. Поговорим о том, что нам ждать в ближайшие пару-тройку лет. Напомню, в студии Гильды Саюнов, старший аналитик управления рынков акций Альфа-Банка, и Вадим Битаврагим, старший портфельный управляющий, управляющий компании Капитал. Телефон в студии 6510-99,6, код города 495, сайт компании Финам.ФМ. Вадим, продолжим, собственно, диалог. Еще раз хотел бы подчеркнуть, ну, в принципе, мне показалось, что вы в этом деле друг с другом солидарны. В этом вопросе, собственно, меняется парадигма, да, мир меняется, глобальный финансовый мир меняется. Да, тут нужно отметить, что он не в том смысле, что меняется сама вот именно финансовая структура мира, а меняются... Акценты. Акценты, да, и меняются инвестиционные предпочтения, что связано с тем, что просто-напросто экономика переживает некую фазу своего, своего глобальной экономики, своего изменения, преобразования, когда от того, что мы росли за счет глобальной стройки, которая происходила в одной стране, мы пытаемся теперь вот эти акценты роста мировой экономики разнести на большую часть стран, причем эти части концентрируются и в развитом, и в развивающемся мире, но эти акценты преобладают не в том, что двигало бы промышленное производство в тех темпах, которые это было до этого, а в том, что это двигает всяческие услуги, в первую очередь, и технологии, которые связаны с этими услугами. Это очень, на мой взгляд, такая... Мы шли к этому постепенно, но вот сейчас мы, последние годы, это как на лицо видно. То есть, если даже возьмем список компаний из S&P 500, мы видим, что из них топ-10 по приросту фактически, это те компании, которые предоставляют что-то связанное либо с IT, либо с продажей через IT, либо же это услуги, связанные по какому-то медицинскому обеспечению. Но все-таки это все ориентировано на потребителей, то, что человек, заработав какие-то деньги, опять же, в этой же сфере, он пытается их тратить не на то, что он купит себе, построит там новый дом или третий дом. Это все вкладывается либо в здоровье, либо в какие-то технологические новшества. Причем технологические новшества не заканчиваются мобильными телефонами. Не заканчиваются. Не заканчиваются. Если взять развитый мир, штаты, они сейчас активно используются в доме именно. То есть все, что вас окружает, это может сейчас преобождать другую технологическую начинку. Это термин «умный дом», видимо, да? Да, это тоже вот в этом же спектре. Мы видим, что в Америке, опять же, это все связано с тем, чтобы пытаться построить наиболее эффективные как производства, так и дома. То есть в том числе потребители пытаются перейти к эффективному энергопотреблению. Мы видим, что в Штатах, допустим, даже в тех Штатах, где не так много солнца, огромное количество солнечных панелей активно, то есть какие-то комьюнити людей объединяются, создают себе небольшие дома. Это все субсидируют со стороны государства. Очень хорошо это развито в Германии. Они создают себе возможность иметь солнечные батареи и таким образом получают электричество более дешевую, причем есть сайты, которые показывают реальную экономию, более дешевую, чем, допустим, отапливаясь или получая электроэнергии от обычных традиционных источников. Это все говорит о том, что мир смещается именно в плоскость каких-то совершенно новых, может, даже идеологически новых технических новшеств, которые помогали бы и жить, и потреблять в том числе, и работать в этой области. — Я понял. То есть, если говорить применительно все-таки к рынку акций, прежде всего, то, на твой взгляд, какие акценты мы увидим в ближайшие годы, что будет наиболее востребовано, что называется, инвесторам? — Ну, наиболее востребованное, мне кажется, это будет такой слоган, который будет касаться определенной компании. Это не сырьевая, глобальная, дерифицированная какая-нибудь корпорация, которая имеет не то чтобы, я бы сказал, производственные мощности или какие-нибудь реальные активы, которая имеет очень много виртуальных активов. — То есть, если вы вспомните, та война патентов, которая началась 2-3 года назад, она продолжается. Она, конечно, ушла в более такую плоскость повседневности, но в первую очередь сейчас сделать что-то можно каждому. То есть, я, вы, мы в доме можем сделать мобильный телефон, но технологии, которые используются при производстве этого мобильного телефона, вот самый главный актив. Именно технологии. И мне кажется, вот такие высокотехнологичные компании, они будут в дальнейшем пользоваться спросом. То есть, ты можешь ничего не делать, в принципе, не делать. Та же самая, там, Arm Holding. У нее запатентованы технологии процессоров. Производят их Samsung, Apple, Motorola и так далее, вот, пожалуйста. — Компания ничего не делает, она просто имеет патентное право. И ее продукция продается по всему миру во всех ценовых нишах. Поэтому, мне кажется, вот такой вот будет главный актив. То, что действительно мир меняется, да, это действительно так. Ранее Китай был фабрикой, сейчас либо производственные мощности крупных корпораций переносятся на более эффективные, где очень высокая производительность труда, это а-ля США, либо более дешевые, а-ля Вьетнам. — С точки зрения трудовых ресурсов, да? — Это с точки зрения трудовых ресурсов, мы рассматриваем там огромные производственные мощности. С точки зрения нетрудовых ресурсов, поверьте мне, там, через некоторое время, если мы захотим какой-нибудь плеер, мы его сами дома сделаем. Мы захотим какую-нибудь кружечку, мы его сами дома сделаем. И не надо это заказывать в Китае, чтобы ждать десятитысячную партию кружек у себя дома через три месяца. И мир меняется, и нужно под него подстраиваться. — Ну вот это самое сложное, наверное, подстраиваться, сначала почувствовать, что он меняется, потом понять, в какую сторону он меняется. И, наверное, конечно, самое сложное — вовремя подстроиться. Вадим, если возвращаться к ожиданиям российской действительности, ну о российском рынке в том числе, как будет выглядеть он? — Ну, пока перспективы у российского рынка и у российской экономики достаточно, мягко говоря, туманные, а если явно, то достаточно-таки печальные. — Печальные, да? — Потому что... — То есть туманный вариант — это более оптимистичный, да? — Да. — А вдруг что-нибудь из тумана такое проявится? — Да. — А более реалистичное — это то печальное, потому что, скорее всего, ничего не... — Если мы возьмем независимые агентства и глобальные инвестбанки, которые пишут свои какие-то аналитические прогнозы на следующий год, вот именно туманно что-то, нон-эвент, который может произойти, он вполне возможен, который может изменить ситуацию в России. Но, опять же, это больше все связано с политической конкуренцией и с некими структурными реформами, которые уже оттуда пойдут. — А если вот опираться на то, что сейчас происходит, то мы пока остаемся в том же самом... в той же самой ситуации, в которой уже находимся с 2012 года фактически. Если взять широкий рынок, то можно по пальцам пересчитать компании, прибыли которых растут. В следующем году прибыли на акцию, я имею в виду. Большинство этих компаний — это потребительские, телекоммуникационные и IT-сектора. Есть пару банков, которые еще показывают рост... — Которые еще есть. Нет, есть пара банков, которые еще есть. — Да, мы видели ошеломляющий спрос на ТКС, который, в принципе, уже не будет показывать таких темпов, но это лучше темпы, чем в среднем по индустрии. — Кстати, надо подчеркнуть, что на ТКС-то еще определялся, что не просто банк, да, это банк IT. — При этом, да, покупали как IT, но если взять его начинку, это банк, это по большому счету банк. И все регуляторы применяют к нему те же самые условия, как и к любому другому банку, невзирая на то, что у него есть IT-технология, которую он активно продает. Это, конечно, любые процессинговые платежные системы, которые у нас в виде Kiwi появились. Это, правда, очень интересная фишка, которая остается и будет оставаться. И я надеюсь, все-таки какой-то интерес будет с точки зрения вот этого дивидендного потока к каким-то дивидендным историям. Но они, опять же, они, если большая часть из них, она очень неликвидная, а та, которая есть, там, например, ГМК Норрис Кеникл, который подослывает очень высокие дивиденды на следующий год, это все-таки история с большими «но». То есть он очень конъюнктурно зависит от того, что будет происходить с никелем и медью и платиной. А тем более мы уже предположили, что будет происходить. Да, просто если взять черную и цветную металлургию, цветная металлургия чуть больше в более лучшем состоянии находится. Но в целом тренд, он вот пока такой, либо флет, либо нисходящий. Поэтому рассчитан на то, что там будет рост прибыли, вряд ли получится. Вот эффективность, над которой могут поработать многие компании, и это реализуется даже в небольшой рост акционерной стоимости, в небольшой рост капитализации компании, это возможно. И над этой эффективностью, вот пока есть такая возможность, с учетом меняющейся тенденции в мире, надо сейчас работать. И если наши госкорпорации, в том числе, которые представлены в большинстве на нашем российском рынке, либо там сырьевые компании, они в этом направлении будут работать, то здесь как-то можно поискать какие-то истории. Но в целом ждать вот такого ошеломляющего интереса на западных инвесторов я бы сейчас не стал, потому что есть вот эти свои ограничители. Есть более интересные рынки сейчас. Гильдин, вот по поводу эффективности управленческой команды, менеджмента, и тем более, если мы говорим о госсекторе, как ты смотришь на это, насколько это реально вообще, что наконец-то это дойдет до адресата? Да, но в целом есть действительно над чем работать. То есть у нас есть огромные глобальные проекты, которые с одной стороны могут как-то стимулировать экономический рост, но с другой стороны, конечно, выхлопы от них в принципе не прогнозируют. Это раз. Да, действительно, здесь есть огромная ниша роста прибыли компаний за счет снижения сдержек. Над этим американские корпорации очень хорошо работали в период 2009-2010 года. И те, кто над этим хорошо поработал, сейчас в лидерах. Да, уже есть результат, да, совершенно верно. Да, то есть мы, если мы сейчас этим займемся, то мы увидим это лишь через 3-4 года, если мы это будем делать как американцы. Скорее всего, мы это будем делать иначе. Но с учетом того, что не всегда все понятно, особенно в таких глобальных сырьевых проектах, то мне кажется, здесь стоит взять и выделять компаний, которые в принципе находятся в таком глобальном тренде, который в принципе не остановить, и он никак от конъюнктуры не зависит. То есть мы берем просто лидеров телекоммуникационного рынка по передаче мобильных данных, то есть это Мегафон МТС. Тот тренд, который сформировался в переходе от телефонов на смартфоны и потребление контента, он мировой. Это тенденция на 10 лет, и вряд ли что-то здесь произойдет вне зависимости от ситуации в Китае или в Европе. То есть люди любых возрастов будут все равно приходить на смартфоны, которые потребляют на порядок больше контента, чем обычный телефон. Это такая фишка, которую можно купить. Ростелеком можно в эту кучку тоже добавить? Ростелеком только становится сейчас оператором, и будет, скорее всего, четверка федеральная, но это, опять же, перспектива не текущего года. Далее, банально ритейл. То есть, если посмотреть... Причем в любой сфере, да, ритейл? Ну, именно вот берем наших крупных игроков. То есть, если посмотреть на данные, представляемые этими компаниями, в Восточной Европе на пятерку ритейл-компаний приходится порядка 50% продаж внутри рынка. У нас 17%. Есть куда расти. Есть куда расти. Я уже не говорю про компании Европы или США, где приходится порядка 80% продаж на пятерку крупнейших компаний. То есть, тоже тренд, консолидация рынка. Те темпы роста магнита, которые он демонстрирует 30% в год по выручке, мне кажется, они будут сохраняться не один год в ближайшем году. Я понял. Еще раз давайте прервемся. Вновь новости на Финам.ФМ. И потом продолжим эфир. Ну что ж, друзья, продолжаем эфир. Сухой остаток на Финам.ФМ. Сегодня в студии Гильды Саюнов, старший аналитик Альфа-Банка. И Вадим Битаврагим, старший портфельный управляющий, управляющий компанией Капитал. В общем, мы подводим итоги, смотрим в будущее. Напомню, телефон в студии 6510-996, код города 495, сайт компании Финам.ФМ. И два слова, буквально информацию я обновил. Вылезли наши ребята в плюс. Все-таки я имею в виду и РТС, и ММВБ. Хотя так символично, но уже положительные территории. В общем, в рамках глобального тренда, что радует. И, кстати, по поводу рубля. Фьючерс, я смотрю, торгуется выше 33 фигур, 33.11, ближайшая экспирация. Так что здесь с этой точки зрения тоже, в принципе, все понятно. С точки зрения трендов. Мы к ним вернемся. Давайте тем не менее продолжим. Итак, основные идеи российского фондового рынка, если таковые можно вообще найти, все-таки находятся, ну, прежде всего, или в том числе, да, вокруг ритейла. Мы будем смотреть на него, вот о магните. Кстати, он растет и растет, и будет продолжать так же агрессивно расти. Выхода нет? Ну, выхода нет. Компания имеет отличную логистическую цепь. В первую очередь, за что ценит магнит, это очень качественный менеджмент и система управления компанией. Поэтому, мне кажется, эта компания имеет очень хорошую перспективу дальнейшего роста. Если мы говорим про какие-то более скромные бумажки, то есть уходим от парадигмы глобальной несырьевой компании, ориентированный потребительский спрос, то здесь, мне кажется, там, безусловно, будет интересно. Это акция «Сердгудпрефа», как именно дивидендная история. Причем, нужно отметить, что это все-таки дивидендная история хеджирована от валютных рисков. Именно потому, что... Да, не стоит забывать, что очень много миллиардов рублей находится у «Сургута» на валютных счетах. И они обеспечивают очень много неоперационной прибыли. И компания платит солидные дивиденды на «Апрефы», которые защищены от возможной девальвации рубля. Я понял. Вадим. Некая такая кубышка. Кубышка, да. Хорошая кубышка. Ну, да, вот, в принципе, что еще можно добавить? Это вот в дивидендном поле есть еще история, опять же, это все с сырье. Это башнефть, это ГМК, более-менее ликвидный. Ну, мне вот это все хорошие такие истории. Мне нравится еще вот то, что мы видим в IT-секторе. Тут, если есть, конечно, такая возможность, большие перспективы роста представляют собой Яндекс. Я считаю, что Яндекс — это вот глобально, если сравнить, то это реальный игрок, который может конкурировать с Гуглом. И в этом плане у Яндекс, с учетом всей той инвестиционной программы, всех тех задач, которые они планируют, реализуют в ближайшее время, они хотят стать именно вторым глобальным игроком. Не только локальным. После Гугла. После Гугла, да. Не только локальным, где он известен, там, на постсоветском пространстве и в неких восточных, небольшое количество восточно-европейских странах. А именно хотят охватить глобальный рынок, чтобы предоставлять такой же массовый контент, который предоставляет Гугл, и хотя бы каким-то образом в глобальной сфере с ним конкурировать. Поэтому в этом плане, я думаю, что Яндекс будет расти и будет стремиться к этому. Тем более, там собраны очень профессиональные люди, очень профессиональный менеджмент, который понимает, как это делать. Опять звучит менеджмент, профессиональный менеджмент. Все-таки это имеет, да, все больше и больше приобретает значение, грамотное управление. В IT, мне кажется, это ключевая вещь. Вот такие вещи, как ритейл, что связано с технологиями, там без очень грамотного руководства подхода к мелочам. Каждая мелочь, она позволяет где-то сэкономить, где-то стать более эффективными, где-то сделать больше, чем могли бы сделать. То есть там люди понимают, что это бьет их по частному карману. Поэтому они заинтересованы в том, что их компания, они идейные, и они понимают, что хотят заработать. В этом плане, поэтому... Идейные, идейные, хорошее слово. Да, поэтому они и растут. Я думаю, что с учетом всего передела, который происходит на банкском рынке в России, наш глобальный крупный игрок Сбербанк, он будет также предоставлять возможности для роста своим акционерам. Но тут есть такой момент, что Сбербанк все-таки такая конъюнктурная акция, которая очень сильно зависит от притоков и оттоков вот этими ETF-корзинками, которые активно сейчас приходят и уходят с нашего рынка. То есть это больше такая спекулятивная акция, но которая, в отличие от того же самого Газпрома, Лукойла, то есть сырьевой части, она с точки зрения финансовой отчетности, финансовых показателей, эта компания растет. Поэтому я думаю, что здесь тоже к ней стоит присматриваться, хоть она и не имеет вот такого явно выраженного тренда, либо стоила в сторону ритейла, потребления, либо в сторону дивидендов. Но здесь вот своя такая история, на мой взгляд, тоже очень интересная. И опять же, еще одна бумага, которую я думаю, что стоит, если все-таки вы ориентируетесь на какие-то российские площадки, это Киви. Киви, я думаю, что, опять же, история еще совсем сегодня не отыграла, есть еще возможности для роста, и тот формат, который они предоставляют, вот в России он очень хорошо прижился. Я думаю, что наличные деньги из России в ближайшие несколько лет еще не уйдут, и будут активно использоваться, были большие части населения. Хотя многие хотели бы этого, да, и активно принимают. Да, но я думаю, что с этим очень сложно прям вот так быстро побороть эту тенденцию, поэтому Киви будет получать вот за счет этого достаточно, это будет стимулировать рост Киви. Вадим, хотел бы уточнить, ну, уже такая имиджевая составляющая. Есть, на ваш взгляд, сейчас у нас бумага, которая воспринимается, чире российский фондовый рынок, ну, как какое-то время назад Газпром был, да, для нас, и для нас, всем, и для иностранных инвесторов, прежде всего, если смотрели на Газпром, сейчас можно вот такой бенчмарк найти? Вы знаете, не бенчмарк, а я думаю, что если глобальный инвестор приходит на иностранный рынок, тем более высокорискованный, он пытается найти то, что на фоне вот всей вот этой, ну, всего, что является базой этого рынка, они пытаются найти то, что ликвидное, и то, что имеет какие-то факторы для роста. И тут они видят опять одну бумагу, о которой мы уже говорили, это магнит. И правда, если посмотреть по портфелям глобальных фондов, может быть, это же к счастью, наш рынок сейчас ассоциируется с потреблением, вот, если не брать сырьевую часть, то есть, вот, помимо сырья, здесь есть потребление, поэтому здесь только магнит. Вот я других бумаг здесь не могу выделить. Я понял. Гильдия, а ты бы назвал что-нибудь иное? Ну, если посмотреть их стратегии на 2014 год, там фигурируют следующие имена. Это магнит, это МТС, это Башнефть, это, может быть, Дикси, это Мегафон. Ну, вот, все. Все, что я такое запомнил. Ну, то есть, вот эти глобальные, что называется, имена там не фигурируют? Ну, тот же Газпром, я имею в виду, Сбербанк, там, еще что-то. Ну, Сбербанк, вот, он как и был, так и остался, в принципе, то есть, всем нравится большой, крупный, локальный игрок, который постепенно улучшает свою систему управления, сокращает расходы, то есть, это все им нравится, то есть, он так и остался. Ну, и не надо забывать, что все-таки Сбербанк, это одна из немногих бумаг, который сможет съесть большие инвестиции в себя, то есть, в ликвидность. В отличие от того же самого магнита, акции которой гораздо менее ликвидны, чем в его расписке. Ну, и все, то есть, Газпром, металлургия, все, все уходит в прошлое. Переделал рынок электроэнергетики с тарифами, все, вот мы, этого рынка, в принципе, этого сектора не существует для иностранных инвесторов. Поэтому, вот, такие итоги. Я думаю, что вот еще многие инвесторы, которые все-таки смотрят на шинах, следят за ним, будут с нетерпением ожидать IPO ленты. Потому что лента, я думаю, что это один из тоже таких важных игроков, который может попытаться конкурировать с точки зрения маржинальности, с точки зрения роста с магнитом. Конечно, добиться такой эффективности и такой маржи, как магнита на уровне 10%, я думаю, вряд ли не получится. Они, может быть, там, на текущий момент пока с порядка 8%. Но, а вот с точки зрения какого-то конкурента, вот именно на, среди акций, вот именно в этом секторе, лента будет очень интересной компанией, которую, я думаю, что многие глобальные игроки тоже попытаются вот как-то вот сыграть в эту историю. И два слова буквально, почему-то мне сейчас вспомнилось, опять возвращаемся на глобальный рынок, ну, на штатский прежде всего. Идея, связанная с виртуальными компаниями, так можно, социальными сетями, хотя они сейчас имеют достаточно, да, интерес большой. Вот как вы их оцениваете в перспективе, Гальды? Твиттер, да, Фейсбук там и так далее. Ну, я уже говорил за кадром, то, что я все-таки отношусь к IPO компании, которые что-то обещают, но при этом на текущий момент не генерят ничего, кроме убытка, я к этому отношусь скептически. То есть, когда компания действительно покажет что-то интересное, прибыли или еще что-то, то есть, да, мы можем смотреть модель Амазона, у него ноль либо минус, но мы понимаем, что все деньги идут на дата-центры, логистический центр, это реальный актив, который имеет стоимость. Либо мы имеем птичку в Твиттере, то есть, все, и больше ничего. Понятно, Вадим. Ну, я здесь, я не настолько однозначен. Птичка это, в смысле, лайк, да? Птичка это вот сам этот лейбл Твиттера, да, лайк, фактически. Я не настолько вот однозначен, мне кажется, что все-таки есть некоторые сектора, как, допустим, биотех, которые тоже формально сейчас только требуют инвестиций. Вот, на мой взгляд, вот эти все социальные сети, и Фейсбук, и Твиттер, и Линкдин, я думаю, это некая база для будущего. Перерастет ли это в Гугл, или перерастет ли это в что-то иное, наподобие, не знаю, может быть, это тоже будет что-то в социальной сфере, как-то будет использоваться, либо с точки зрения большой базы, дейта тоже. Появятся ли там реальные какие-то, да, активы, что называется, монетизация какая-то? Монетизация, пока до конца непонятно. Но есть деньги, которые покупают будущее, они специальные, они имеют такой риск, они покупают это, и эти деньги будут покупать. А насколько это будет эффективно, так же, как было в 2000-х годах с этим пузырем, хай-тек, да-та-да, тоже там были компании, которые умерли, а которые выросли. Тут приблизительно такая же ситуация. Спасибо огромное, Гильды Саюнов, Вадим Бит Аврагим, сегодня в сухом остатке, спасибо гости, спасибо слушателей, всего хорошего, успехов на рынке, до свидания.